Бикас Джоши, глава Международного валютного фонда в России, рассказал, как видит дальнейший сценарий развития мировой экономики и какую роль в нем отводит Россия. Выводы эксперта основаны на подготовленных к ежегодной осенней сессии фонда отчетах МВФ, в частности, обзоре российской экономики, так называемом докладе по статье 4. Россия – нефтегазовый экспортер, но ее экономика построена на исчерпаемых ресурсах, поэтому суверенные фонды и резервный фонд должны быть неким механизмом защиты от спада в производстве и снижения цен. Не буду говорить о конкретных цифрах, но хотелось бы обозначить некоторые среднесрочные проблемы. Бюджетная политика должна быть увязана с задачей по восстановлению объема резервных фондов. Ведь нужно учитывать возможное снижение цен на нефть и обезопасить Россию от циклических спадов. Необходим некий баланс. В целом, все политические меры должны учитывать заявленную цель – 7% ВВП в резервном фонде. Я думаю, это правильная политика. Модель российской экономики последнего десятилетия, основанная на использовании незадействованных мощностей в условиях роста цен на нефть, больше невоспроизводима, считает Брикас Джоши. Россия необходима новая модель роста, которая более эффективно использовала бы природные преимущества в энергетическом секторе и при этом обеспечивала рост и диверсификацию нефтегазового сектора в соответствии с основным сценарием экспертов МВФ на ближайшие пять лет. В среднем рост российской экономики составит лишь 3,5% на фоне ограниченного числа предложений. И я не скажу ничего нового, лишь повторю, для устранения этих ограничений необходимы структурные реформы. В нынешнем году МВФ прогнозирует рост российской экономики на 1,5%, в следующем – на 3%. При этом эксперты говорят о том, что действующее бюджетное правило устарело и негативно отражается на состоянии резервного фонда. При сохранении бюджетного правила в его нынешнем виде объем резервного фонда будет недостаточно велик, чтобы выполнять свою роль резерва на черный день, который накапливается на случай резкого падения цен на нефть. Чтобы сберечь средства фонда, потребуется сокращение бюджетных расходов, а также проведение пенсионной реформы, повышение эффективности бюджетных расходов и работы госпредприятий, совершенствование оценки и контроля инвесторасходов, плюс постепенная приватизация госпредприятий, особенно тех, где соотношение рыночной стоимости акций и чистой прибыли компаний невелико. Как отметил Брикос Джоши, такие смелые шаги позволят не только поддержать резервные фонды, но и укрепят доверие инвесторов. Как следствие, дополнительный приток частных капиталов. Инвестиционный рост очень важен. МВФ рекомендует создать такие условия, в которых не только иностранные, но и российские инвесторы получат дополнительный стимул, чтобы мобилизовать свои ресурсы и вложить их в российскую экономику. Мы видим некоторые улучшения в корпоративном управлении и инвестиционном климате. Большую роль в этом играет государство. Проекты по улучшению транспортной инфраструктуры могут быть очень полезны, и важно привлечь в них частный сектор для перераспределения рисков и снижения рисков для бюджета. Это будет играть очень важную и серьезную роль. А в какой-то степени это уже делается. Инвестиции важны, и они должны поступать не только из бюджета, но и из частного сектора. И даже больше, в основном от частных инвесторов. Совершенствование госсектора должно продолжаться, и одновременно должны активно проводиться структурные реформы для повышения роли частного сектора, в том числе в инфраструктурных проектах. В МВФ отмечают положительные изменения в экономической политике России и, как следствие, ее результаты. В частности, в докладе по статье 4 говорится о значительном притоке инвестиций в Москву. Сейчас в Москву приходят большие инвестиции. Но при этом в политике Москвы все еще есть ряд препятствий для быстрого роста инвестиций в российскую экономику в целом. Основным посылом МВФ является следующее. Необходимо прилагать больше усилий для того, чтобы улучшить инвестиционный климат. Мы видим, что для этого предпринимается, и что предпринимаемые меры приносят реальный успех. Мы видим, что положение России в рейтинге Doing Business, а также в индексе глобальной конкурентоспособности усилилось. Грамотное законодательное регулирование деловых отношений и работа по улучшению инвестиционного климата помогут привлечь еще больше как местных, так и зарубежных инвесторов. Это может стать ключевым преимуществом для увеличения темпов роста экономики. Продолжение следует...